Итак, мы с вами сейчас начнем вторую часть нашего семинара. Вторая часть нашего семинара, это будет уже практическое занятие. То есть сейчас перед вами будут выступать сотрудники издательского дома «Алтопресс», люди, которые, по большому счету, и пишут у нас на финансовые темы. Сейчас будет объединенный доклад, то есть он будет разбит на две части, двух человек. То есть Надежда Юрьевна Скалон, это у нас редактор отдела политики издательского дома «Алтопресс», нашей газеты «Свободный курс» и нашего сайта «Алтопресс.ру». Но плюс к всему Надежда Юрьевна, если кто-то долго следит за алтайской журналистикой, это большой, то есть специалист в экономической журналистике тоже. И Павел Демин, это редактор отдела экономики у нас, также на сайте «Алтопресс.ру» и газеты «Свободный курс». Они вам расскажут о такой интересной вещи, как поиск… Чего Надежда Юрьевна поиск? Давай назовем вот это так, финансовую информацию, как она, собственно говоря, есть. А нужен… А, вот, ага. Ну, смотрите, друзья, я Надежда Скалон, и мы вместе с Павлом Демином поделимся своим опытом работы и очень надеемся, что он вам будет полезен. Ну, первое, что я скажу, что на финансовые темы я пишу с 90-х годов, наверное, с 94-го или даже с 95-го, столько не живут. Павел Демин пишет не намного меньше, вот, поэтому, ну, за это время у нас накопился некоторый опыт, и я прежде всего хотела бы сказать, что мы понимаем под финансовой информацией. То есть это любая информация, которая помогает нам написать материал на финансовую тему. Можно даже брать шире, на экономическую тему, но всё-таки там, где мы говорим об экономике, речь, ну, почти всегда идёт о деньгах. Итак, ну, прежде всего, хотелось бы сделать небольшое вступление. Дрее, давай покажем первый слайд. Так, буквально пять минут, тогда получается второй. Для чего, собственно говоря, вот я выделила пять признаков идеального текста на нашу тему, на финансовую тему. Для чего? Ну, для того, чтобы понять, а что, собственно, мы должны искать. Ну, то есть некую структуру, некую основу для того, чтобы понять, где и как искать. Итак, один из признаков, собственно говоря, в материале «Весь герой». Что это такое? Ну, и почему, во-первых, это важно? Сегодня, ну, вообще всегда, но сегодня особенно на каждого из нас ежедневно валятся буквально терабайты информации. И для того, чтобы... Прощение, немножко не выздоровею. И для того, чтобы выбрать эту информацию, чтобы читатель нашу информацию заметил, ну, вот журналисты, можно сказать, даже всего мира пришли к выводу, что в материале желательно иметь такую эмоциональную составляющую, которая нас вводит в тему. Что, собственно говоря, это такое? Что такое «Герой»? Приведу один пример. Кредитный кооператив. Тема чисто финансовая. Мы можем написать. С такого-то, такого-то числа кредитный кооператив в городской, прикладил выплаты. Ну, там скопила большая очередь и так далее. У него там 1800 пострадавших. Мы можем зайти в этот же материал через конкретную историю, через героя. Когда человек рассказывает. Я пять лет вкладываю свою пенсию, допустим, жила на зарплату, для того, чтобы помочь своей дочери купить квартиру. Это, кстати, реальная история. И дальше уже мы этот материал и все сложности и с потребительским кредитованием, связанных именно с кредитными кооперативами, раскручиваем через этого человека. Вообще сама технология написания материала через героя, она, это действительно технология, она отдельная. И сейчас у нас нет времени об этом поговорить. Но, в принципе, это особые правила написания материала. Если у нас есть герой, то материал становится более доступным и более понятным. Второе правило, ну, объяснять его, наверное, не нужно. Есть взгляды с разных сторон, но не во всех случаях это возможно. Вот. И вообще я хотела бы сказать, что, конечно, идеальный материал — это идеальный материал, в нем есть пять признаков, а по факту все мы имеем зачастую ограничение времени, ограничение места. Дадут вам три с половиной тысячи знаков и попробуй тут выкрутить, напиши идеальный материал. Вот. Третий признак, который я, как человек, который, ну, в течение примерно лет пяти неформально редактировала нашу финансовую вкладку «Людей деньги», материально должно быть что-то полезное для читателей. Ну, вот кажется, это совершенно банальная вещь, но, к сожалению, ну, часто мы ее избегаем. Что это такое? Зачастую к нам приходит эта тема через какого-то человека, через какой-то единичный случай. Ну, например, некто пошел в банкомат, хотел внести деньги на карточку. Банкомат деньги скушал, а на карточку не зачистил. Ну, в любом случае, эта история единичная, и не факт, что она касается большинства ваших читателей. Что мы делаем? Ну, мы находим тех людей, мы потом посмотрим, где их можно найти. Я думаю, что много вы и так знаете, но, может быть, чем-то мы вас дополним. Когда мы рассказываем, показываем, как человеку вести себя в этой ситуации, что можно сделать, какие-то еще советы связаны, то не исключено, что человек отложит этот материал, и он поможет ему в трудную минуту, ну, скажем так, в спортный момент. И вообще, почему я остановилась специально на этом пункте? Потому что, на мой взгляд, все-таки финансовые материалы, они обязательно должны носить просветительский характер, и, собственно, для этого все здесь собрались, чтобы просвещать людей. Вот, ну, частную тему дополняет обобщение, об этом мы поговорим, чуть позже, но, наконец, вот, очень важно, чтобы недоступное понимание, какие-то факты, которые мы сообщаем читателю, мы сделали доступным. Ну, что это такое? Вообще, вот, мы, журналисты, очень любим цифры. Я думаю, вы согласитесь с этим. Для нас обязательно, чтобы кто-то сообщил какие-то цифры. Но мы пишем, говорим о том, что, там, муниципальный бюджет, кто-то задолжал 30 миллионов, или, наоборот, ну, другая тема, процентная ставка по кредиту составляет, допустим, 30 процентов годовых. А что это означает? И поэтому, вот, хороший материал, качественный материал, он вот эти не очень понятные цифры переводит в доступную форму. Например, что такое 30 миллионов? Это, в общем-то, ни о чем не говорит. Но если мы напишем, что 30 миллионов – это бюджет, допустим, всей социальной сферы региона, или, допустим, всех детских садиков, ну, районов города. Или на 30 миллионов можно было построить, там, трехэтажный детский садик. Проблема становится более ясной, более доступной. Мы понимаем, зачем и почему это важно, этот долг для читателя. То же самое с процентной ставкой. Что такое 30 процентов годовых? Но если взял человек 100 тысяч кредит на, допустим, три года, то он в первый год заплатит, ну, ориентировочно, 30 тысяч во второй год, допустим, там, на остаток вычисляются проценты, 15 тысяч в третий год, еще там, какая-то сумма. То есть в конечном итоге он переплатит за этот кредит при такой высокой процентной ставке сумму, на которую можно было бы купить еще одну стиральную машину, ну, может быть, там, две стиральных машины, стиральная машина и холодильник. Вот. И, в общем, такого рода вот перевод, ну, малопонятных вещей, ну, понятных, ощутимых, материальных какие-то вещи, оно позволяет, ну, во-первых, человека сориентировать, ну, где-то, может быть, найти альтернативу, если речь идет о банковских кредитах, ну, а где-то просто более, сделать более важной, более емкой, более объемной, что ли, эту проблему. Возвращение. Итак, следующий наш слайд. Как искать героя? Ну, во-первых, все вы, конечно, этим беспрерывно занимаетесь, и общие какие-то принципы вам известны. Но я просто хотела бы рассказать, и вот Павел Джомин потом дополнит меня, о тех более новых инструментах, которые мы все чаще используем в последнее время. Ну, возможно, у вас есть тоже свои опыты, вы поделитесь силой. Ну, первый из них — о использовании судебных баз. Ну, судопроизводственность становится все более открытым, есть база арбитражных судов, есть база судов общей юрисдикции. И вот я здесь приведу пример, когда мы вышли из, ну, скажем так, в одной из тем, которая не являлась, в общем-то, чисто финансовая, скорее была уголовной, нашли более интересную тему, более интересных героев, которые позволили совершенно по-другому взглянуть на эту тему. Ну, наверняка все слышали про проблемы изумрудной страны, что с ними случилось. Многие, может быть, даже следили за этой информацией, а многие сами писали. И вот, изучая эту тему в арбитражном суде, я, ну, первые самые дела, я обнаружила, что вот в материальных делах появились какие-то совершенно непонятные третьи лица. Ну, что это за третьи лица? Ну, я обдумала эту тему и выдвинула такую гипотезу, что возможно, причем эти третьи лица, они не числились среди руководства компании. Ну, а у нас были там просто буклеты, и мы видели этих руководителей. Ну, я выдвинула гипотезу, что возможно, это поручители, физические лица, то есть граждане, по кредитам юридических лиц, предприятий изумрудной страны. Ну, я такую гипотезу выдвинула, ну, и стала искать этих людей. Одного из них я нашла. И, собственно, что пригодилось? Ну, пригодилось то, что, в общем, я имею аккаунты в разных, то есть свои странички в разных социальных сетях, и, в частности, я одного из героев нашла в «Одноклассниках». Оказалось, что это Юля, она действительно была поручителем по кредиту, но она об этом даже не знала. Мы списались с ней, и она согласилась прийти. И потом, кстати, я хочу сказать, что она была даже, ну, не потому что я ее нашла, по другим причинам, одним из главных свидетелей по этому делу. Вот. Мы нашли выясненную, что, да, на нее пытаются навесить долг, и банк с нее требует почти 400 миллионов рублей. Гражданина, которая работала продавцом. И дальше мы раскручивали эту историю, которая уже имела чисто вот финансовый контекст, то есть это вот, ну, действительно материально-финансовую тему, за что отвечают поручители, какие права у поручителя, какие права у судебных приставов, как долго человека будут требовать эти 300 миллионов и так далее. Ну, и мы смотрели на эту тему с разных ракурсов, в том числе и смотрели, что было дальше с этой, с этим человеком. Вот. Среди других примеров использования, то есть здесь я хочу сказать, что использование было и судебной базы, более подробно об этом расскажет Демин, ну и социальных сетей. Вот. Ну, среди других примеров, вот, недавно я писала материал на тему личной бухгалтерии. Ну, вот, честно признаю, что сама я вот не тот человек, который считает, ну, ведет расчеты, ведет свою личную бухгалтерию, к сожалению. Хотя я понимаю, что это надо менять, но вот как-то я так, как-то не могу вести эту бухгалтерию. Вот. Ну, а как написать материал, с этой темы не знаешь? Ну, первое, что делала, я там стала просто спрашивать у людей, но вот как-то так мне эти люди не попались. Ну, тогда я просто, что называется, бросила клич в Фейсбуке. И буквально в тот же день на это отреагировали порядка 30 человек из моей ленты друзей. То же самое можно делать и в сети ВКонтакте. У меня там тоже есть аккаунт, но больше, пожалуй, у меня и просто в Фейсбуке, поэтому мы сделали так. И более того, они не просто откликнулись, они стали рассказывать, почему они используют ту или иную личную бухгалтерию, как они используются. А дальше уже я работала индивидуально с каждыми. Среди них, ну, некоторые жили не в Алтайском крае, а некоторые были, ну, буквально, кто-то даже был моими коллегами, чего я, собственно говоря, не знала. Работали вместе в Алтопрессе и до сих пор работаем. Вот. И дальше уже я конкретно списывалась с этими людьми через те же механизмы месседжей, вот этих вот, ну, быстрой переписки в Фейсбуке. И, в общем, мне удалось не только найти героев, но и вникнуть в темы. Но, безусловно, это только два примера. И я полагаю, что есть и другие инструменты. Вот. Но, в общем, это то, что помогает. И то, что, ну, пока что используют далеко не все, но это позволяет, даёт нам очень хороший, очень живой и очень оперативный инструмент. Хотя, в общем, выглядит, может быть, даже и банально. Итак, переходим к следующему слайду. Ну, этот слайд можно пролиснуть, он просто показывает, какие у нас широкие возможности сегодня есть. Кстати, я хочу сказать, что в 90-х годах, когда мы начинали работать, нашим главным источником информации были, на самом деле, сотрудники администраций разных, краевой, городской. Вот. Но со временем, ну, как бы не в порядке критики, но они как-то стали немножко более занятыми и, может быть, менее доступными. Поэтому мы, ну, сначала растерялись. Вот. Это всё началось, наверное, с 2004 года, когда администрация Михаила Евдокимова, ну, такого хорошего человека, но она совершенно закрылась от журналистов, может быть, потому что мы их много критиковали. Вот. И мы поняли, что надо искать другие источники. Среди них. И вот сейчас этих источников просто море. Ну, первая общественная организация. Вот здесь вот у меня указана общественная такая организация, только одна, но их вообще просто очень много. Например, проект Общероссийского народного фронта за права заёмщика. Вот здесь есть ссылка. Может даже выйти. Вот. Там есть и много других ссылок на другие полезные сайты. Есть форма обратной связи. Среди других общественных организаций такие же организации есть и в Алтайском. Ну, такого типа организации. Но, надо сказать, что работают они немножко хуже. Я с этим сталкивалась в последнее время, когда готовила материалы личного банкротства. Ну, как бы они не совсем в теме, как оказалось. Ну, второй источник, который нам помогает, и мы активно его используем вообще, в принципе, в редакции, это адвокаты и юристы. Ну, вы прекрасно понимаете, что они заинтересованы в том, чтобы они каким-то образом прозвучали, да? Но вот в действительности у меня есть телефонная база всех юристов, все мобильные телефоны, и она абсолютно доступна на сайте Алтайской коллегии адвокатов. Второй вопрос, как вот из этих там, ну, сколько там их, допустим, 60 этих адвокатов или 100, выбрать того, который вот в теме. Ну, все-таки юристы, это, ну, там, база адвокатов. Адвокаты, они специализируются на каких-то темах. Ну, здесь в помощь мне обычно бывают две такие информационные базы, Росправосудие и Джекордс. Вот они тоже здесь указаны. Просто мы, ну, вот Росправосудие менее удобно, а Джекордс, выходим в Алтайский край, набираем нужную нам информацию, например, ключевое слово, кредиты, заемщики или соответствующую статью, которая нам интересна, и находим, кто представляет интересы этих заемщиков. И с ним созваниваемся, телефон мобильный в базе. Поэтому вот я, если у вас еще нет этой базы, найдите ее, скачайте, она общедоступна. И, в общем, это позволяет очень, так сказать, дельные советы получить. Ну, естественно, также нам помогают политики, которые ведут тему. Но, правда, финансы, чисто финансовые темы, таких политиков вот в Алтайском крае я не знаю, но, допустим, политики, курирующие темы ЖКХ, расчетов в том числе, это уже финансы, они есть. Среди них, например, Суслова Людмила Алексеевна. Вот, ну, можно и других найти, но вот она как бы в области ЖКХ такой наиболее вменяемый человек и, в общем, открытый вполне. Вот, есть финансовые консультанты, и опыт показывает, что они, даже если они работают не в Алтайском крае, но они буквально там в течение одного-двух дней оперативно готовят материалы. Отдельно хотела бы сказать о таком консалтинговом агентстве, как полезной связи. Ну, не консалтинговом, наверное, посредническом. Я даже не знаю, каким образом мы на них вышли, может быть, даже они на нас вышли. Но это такое агентство, вот здесь есть общая электронная почта, которая сотрудничает сразу с несколькими банками, и мы задаем им вопросы, и они очень оперативно в течение двух-трех дней находят нам ответы со стороны представителей банковского сообщества или страховых компаний. Ну, страховые компании мы пишем на эту тему реже, но единственное, чего они, в общем, побаиваются, это проблемных тем. Вот Павел Николаевич, Павел Демин, недавно писал на тему пропажи денег у пенсионера через Сбербанк онлайн, у него украли 500 тысяч рублей. Вот как-то они не нашли никого, кто готов был проконсультироваться на эту спорную тему. Но в целом, вот, например, они, чем еще полезны, они еженедельно, даже два раза в неделю, дают полезные, рассылают нам информацию, комментарии, которые они готовы предоставить просто оперативно, и ссылки на те материалы, которые есть, чтобы мы вникли с вами в тему. Ну, например, вот, последнюю рассылку я даже себе распечатала, 22 октября, вот тут четыре предложения, и один из них, очень актуальная тема, ну, я думаю, для всех, в России продано более 16 тысяч электронных полисов фасада. Сейчас вот на это переходят, и предлагают тоже комментарии, делают они это очень оперативно, поэтому, в общем-то, это один из, так сказать, таких вот источников, который может нам помочь. полезный совет найти, и вообще в целом информацию обрисовать. Вот, ну, конечно, источника может быть человек, который через это прошел, но опять встает вопрос, как его найти. Возвращаемся к второму слайду. Ну, и, наконец, госорганы. Ну, к сожалению, вот с тревогой приходится констатировать, что госорганы, которые курируют финансовые темы, и не только финансовые темы, но они, как правило, работают не очень оперативно. По закону, вы знаете, они должны отвечать в течение 7 дней, но часто там люди заняты, и они не очень отвечают. Но, тем не менее, вот финансовые темы, вы знаете, наверное, что курирует Роспотребнадзор. Ну, и, конечно, ЦБ, РФ, Центральный банк Российской Федерации, мегарегулятор. Вот, есть формы, обращайтесь, пишите, есть форма запросов, но не всегда можно рассчитывать на то, что они ситуацию прокомментируют оперативно. Ну, как бы, оперативность для нас, конечно, ключевой момент сегодня. Вот. Ну, следующий слайд, это то, о чём я хотела сказать, один из признаков хорошего материала. Ну, как перейти от частного к общему? Тут, вот видите, на фотографии, на самом деле, это очень большой стул и очень большой стол. И понять, какого они размера, можно только для, ну, если встанешь рядом. Поэтому, вот что такое, собственно, обобщение? Читать, это важно понять, может ли проблема коснуться его, насколько она масштабная, как она влияет на людей, какие проявления у этих людей были. Ну, нередко такую общую информацию мы помещаем в справку, но далеко не всегда. Она может быть и существенной частью наших полезных, хороших, умных текстов. Вот. И где нам это вообще не найти? Ну, на следующем слайде у меня есть ссылка на такой полезный ресурс, которым, может быть, вы уже пользуетесь, но, может быть, пользуетесь его не в поле, в полной мере, это банки РОМ. Но вот последний раз мы воспользовались информацией с этого ресурса, портала, когда готовили вместе с Олегом Копылом, который чуть позже выступит, статью о зернобанке. Ну, это была наиболее полная информация о состоянии этого банка и его владельца. вот, да, но, кроме того, там есть и другие интересные интересные пункты. Вот, например, там есть раздел интересный такой, кредитные рейтинги. Вот тоже рекомендую ознакомиться, там, в принципе, можно найти объяснение, что это означает, и, в общем, разобраться. И вот этот кредитный рейтинг поможет нам, если мы заинтересуемся такой темой, как в какой банк вложить деньги. Ну, в любом случае, ну, такой вопрос, ну, может быть, не у каждого, но у очень многих возникает. А сейчас лицензии отнимают у большого числа банков. Например, тот же зернобанк, это был 61-й банк в России, у которого отняли лицензию. Вот, и вот, воспользовавшись информацией, кредитные рейтинги, мы, ну, можем вот такую полезную рекомендацию в отношении неких работающих в Алтайском крае банков получить. Кроме того, вот банки РУ вообще позволяют вникнуть в проблему, изучить и обобщить в тему. Допустим, тот же человек, который потерял деньги в банкомате, он пошел, а там есть особый форум, который посвящен этой теме. И вы выясните, что эти проблемы возникают не только у одного самого крупного известного банка в Алтайском крае, в России в целом, но и многих других. Не будем показывать пальцами на этот банк. Вот. Ну, теперь второй важный ресурс, ну, на следующей страничке, он, ну, мы пользуемся его нечасто, и не много, ну, нет, достаточно часто, наоборот, но информация там минимальная, но тем не менее она очень полезная. В каких случаях? Ну, это служба судебных приставов. На этом сайте есть в разделе информационные материалы база, да, база данных. А об исполнительных производствах, вот она. База данных. Да, здесь вот не очень удобно, я согласна, что есть проблема, но приноровиться можно. Вот. И с помощью, открывая эту базу, спускаемся вниз. Вот сюда мы, например, забиваем скалон надежды. И выясняем, есть ли в ней задолженность. В каких случаях это важно? Хочу напомнить, ну, или сказать тем, кто не знает еще, что сегодня информация даже в поиск о долге за ЖКХ может быть передана в Бюро кредитных историй. И это осложнит нам процесс получения кредита. Вот видите, они импортозаместили. У них раньше были иностранные буквы, а сейчас стали русские. Да, что довольно забавно. Ну, как бы ничего такого. По вашему запросу ничего не найдено. То есть, слава богу, я не должник, могу спокойно идти за кредитом или, ну, вдруг за границу ехать. Ну, вы знаете, что человек, у которого долг превышать 10 тысяч рублей, его могут остановить просто на границе. Вот. В каких случаях мы вот эти базу использовали? Ну, когда я писала поручителям, чтобы понять, то есть, в базе арбитражных судов я же нашла этих поручителей, эти фамилии. Вот я пробивала, кто сколько должен. Вот. В каких случаях? Когда мы пишем о личном банкротстве? Эта ситуация сейчас, на самом деле, очень распространена, потому что те же поручители изумрудной страны, их где-то около, там, возможно, 50 человек. И они живут по всему Алтайскому краю, потому что в изумрудной стране поручителями становились продавцы, лучшим завскладом, лучшим случаем директора магазина. Вот. Ну, которых на бумагах назначали директором предприятия, и вот выяснялось, что они, оказывается, поручились по кредиту в 300 миллионов, а то и больше, рублей. Потом пользовались мы, когда писали вот о личном банкротстве, вот, ну, о долгах за ЖКХ, вот, ну, и в таких, ну, подобных случаях. Вот. Ну, тут надо, конечно, быть очень осторожным, и, честно говоря, до конца не знаю, насколько мы можем озвучивать эту информацию, пока у нас прецедентов не было, но, тем не менее, есть закон о защите персональных данных, вот, и с этой точки зрения мне не очень понятно, как, в общем, можем ли мы всегда эту информацию разглашать, даже если она публична. Вот. Ну, следующий ресурс полезный это сайт Центрального банка. Вот. Я думаю, что многие, собственно говоря, знают этот банк, но вот я хочу сказать, что, допустим, еще два года назад мы пользовались им только в случае, когда интересовались какой-то банковской информацией. То есть, размер кредитования, допустим, реального сектора экономики Алтайского края, размер просроченной задолженности, вот. Сейчас Центральный банк это, в общем-то, мегарегулятор, так называемый, и он курирует не только страховые компании, но микрофинансовые организации, кредитные кооперативы. Поэтому там, в принципе, есть, ну, просто невероятное количество информации, которые действительно реально очень интересно воспользуются, включая именно вот такой вот консультативный, включая вот эти полезные советы. Ну, да, и если вы, опять же, заинтересовались темой, в каком банке надежнее хранить деньги, чтобы он не рухнул, чтобы вы там не нервничали, да, то вот там же можно, например, найти информацию о ценных бумагах банков, принимаемых в обеспечение по кредитам Центрального банка. То есть, это означает, что это надежные банки. И Центральный банк вот просто так эти банки туда не вставят их ценные бумаги. Ну, также там есть памятка заемщика, брошюра об ипотечном кредитовании, о финансовой грамотности. Там полностью расписано, что такое микрофинансовая организация, что такое финансовые пирамиды. Там есть реестр микрофинансовых организаций. Это очень важно, потому что микрофинансовые организации, они сейчас страшно размножились. Вот я не знаю, кто бывал в последнее время у вокзала, может обратить внимание, что там буквально в ряду там этих шесть микрофинансовых организаций, все они дают кредиты. Вот. И что это такое? Как они работают? Как они не должны работать? Все это можно найти там. Ну и кроме того, там есть очень такой полезный момент, часто задаваемые вопросы, которые мы тоже полезны. Ну и я уже говорила, что там есть форма обратной связи, и мы можем и как лично, ну как просто граждане обратиться, я иногда использую этот инструмент. Вот. И можем как журналисты написать запрос. Ну, надежда, что они нам когда-нибудь ответят. Вот. Ну и последнее, о чем именно я хотела сказать, это база нормативно-правовых актов. Вот я обнаружила, что, ну хотя бы тоже, в общем, совершенно банальная вещь, но это очень интересный источник, в том числе и финансовый, но и в целом экономической информации. Но содержится она не в законах, а в краевых и федеральных программах. Ну, краевые, она может быть более интересны. Где взять эти базы? То есть, перед тем, как готовить какую-то программу, вот специалисты, в общем, между прочим, такого высокого класса, часто для приготовления, для разработки этих программ приглашают специалистов-рыночников, то есть, которые работают реально в рынке. Там, в общем, как правило, хороший анализ темы и очень много количественной информации, которую вы можете сравнивать, переводить из недоступного языка в более доступный и давать общий фон. Можете даже рынок проанализировать в отдельных случаях. Ну, какие здесь можно назвать? Очень красиво, я написала и где-то потеряла. Слушайте, ну, потеряла, но на самом деле краевые программы, касающиеся жилья, молодой семьи, газификации, много чего. Где, собственно, их искать? Ну, наша организация может себе позволить держать «Консультант Плюс», он очень быстро обновляется, у него есть старая редакция, новая редакция, это, конечно, безусловно, один из самых удобных сервисов, которых я пользуюсь, но, естественно, не каждый может себе это позволить, поэтому есть сайт «Алтарегион-22», и сегодня в оперативном режиме вся информация о новых нормативных актах, о краевых программах публикуется на специальном интернет-портале для правовой информации. У меня здесь справки нет, но вы можете его назвать. Он так и называется «Официальный портал для правовой информации». Да, официальный интернет-портал для правовой информации. Вот, ну и, наконец, пояснительные записки к законам. Ну, редко, но если, ну, бывает так, что мы ими пользуемся. Вот, ну, собственно говоря, для чего все это мы говорим? все-таки наша главная задача написать не только грамотный, не только полезный материал, но еще и не скучный. Поэтому у нас должны быть герои, у нас должна быть живая жизнь, и эта живая жизнь, она вокруг нас, в том числе и в интернете, и в виртуальном пространстве. Вот, ну, я просто рассказала вам, а Павел Николаевич Павел Демин продолжит этот рассказ, как, собственно говоря, вот эту виртуальную информацию перевести вот в реальность. Вот, спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Юрьевна, я продолжу. Хочется рассказать о чем не в чистом виде о финансах, о технологии поиска информации. Финансы это не всегда кредиты, там, покупка, продажа, финансы зачастую связаны с, бывая с конфликтными ситуациями, со спорами, с, бывая даже с криминальными историями. И я вот сейчас на примере конкретного материала попробую рассказать, вот, как мы искали и ищем информацию. Все мы пользуемся пресс-релизами прокуратуры, следственного комитета и других правоохранительных органов. И кто пользуется, знает, да, что до вынесения судебного решения правоохранительные органы не называют каких-то конкретных деталей, не называют фамилии фигурантов. То есть, собственно, из пресс-релиза почерпнуть много информации не получится. И как вот из этого можно сделать материал? Сейчас я вот на примере, сейчас, секунду, вот пресс-релиз Следственного комитета вышел о том, что директор Краснощеповского молочного комбината предстанет перед судом по обвинению мошенничества и, значит, уклонения от уплаты налогов. Фамилии здесь, естественно, нет. Каких-то деталей, которые можно было вот раскрутить и в материал уложить, тоже особых нет. Можно, конечно, обратиться в Следственный комитет, но они до вынесения судебного решения, ну, с наибольшей долей вероятности ни фамилии, ни дополнительных деталей не раскроют. Но это их, возможно, может, они правильно делают. Что делаем мы? Поскольку это Краснощеповский район, кто-то есть из Краснощеповского района? Никого? Вот. Мы, как бы, допускаем, что дело может рассматриваться именно в Краснощеповском районном суде. Напомню фамилию, мы фигуранта главного не знаем. Мы идем на сайт Краснощеповского суда, здесь есть раздел Судебное дело производства. Далее мы проходим, есть такой сервис поиск информации по делам. Вот. Здесь есть по гражданским делам можно искать. Нам, нас интересуют уголовное дело. То есть, мы пытаемся найти этого человека. и, значит, там одна из статей, которую мы вменяем уклонение от уплаты налогов, это статья номер 199. Вот. И здесь есть перечень статей по обвинению. забиваем статью 199. Найти. Собственно, мы видим, что на тот период, сейчас уже здесь приговор выложен, на тот период, мы видим, что в картотеке есть гражданин просверов. И статьи, здесь указанные на сайте суда, полностью совпадают со статьями в пресс-релизе. То есть, мы можем допускать, что это он. Поскольку спор был с налоговой, то мы предположили, что теоретически, если дело связано с налогами, теоретически ранее мог быть арбитражный процесс этого предприятия против налоговиков, которые обвинили комбинат в недоплате налогов. Мы идем на совершенно замечательный сайт арбитражного суда Алтайского края, допуская, что может быть процесс был. Есть раздел практика. Заходим в практику. То есть, это уже вынесенное решение. и выбираем арбитражный суд Алтайского края. И есть текст документа. Левый верхний угол. Мы проверяем, мог ли это быть господин Просвиров. Вот нам выдают материалы различных судебных процессов, в которых этот человек фигурирует. И ищем. Вот. В иске отказать полностью. И мы находим судебное решение, где фигурирует Краснощеповский молочный комбинат, иск к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. И вот они здесь, все фигуранты, все суммы, все цифры. Фактически вся фактура предварительная для материала у нас есть. Соответственно, надо найти господина Просвирова, взять его комментарий и в принципе материал у вас уже почти готов. Что еще хочу сказать про сайт. У каждого районного суда есть свой сайт. По этому сайту вы можете отслеживать, какие судебные процессы состоятся сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Если какое-то резонансное дело, вы его можете отслеживать, сходить на судебные заседания, сделать оттуда репортаж. Либо если выносится приговор, соглашение приговора к материалу. Также по сайту можно отслеживать тенденции определенные. Например, прокуратура района подала 40-50 исков о взыскании задолженности по заработной плате к работодателю. Мы видим, что работодатель один и тот же. Значит, мы уже проверяем и выясняем, что на этом предприятии возникли большие-большие проблемы. Главное просто регулярно заходить на этот ресурс, научиться им пользоваться и информация у вас также будет всегда. Что касается арбитража, здесь можно отслеживать тоже дела, подписавшись на дело и когда какое-то будет обновление в ходе процесса, вам на электронную почту будет приходить ссылочка соответствующая и пройдя по ней вы смотрите, что там в этом судебном процессе происходит и может быть это есть какой-то информационный повод. Также через поисковик, через практику допустим, вы можете отслеживать все споры, которые касаются вашего района, забив название района в окошко текст документа и вы будете видеть все, что происходит в этом плане. если редакция пишет на такие темы. И научившись пользоваться арбитражным судом, я вас уверяю, если не дай бог будет такая ситуация, что вам ответить на планерку, а темы нет, и редактор будет злиться, поизучайте арбитраж, наверняка что-то там очень интересное и полезное найдете. Если есть вопросы, я готов ответить. Ну и Надежде Юрьевне тоже можно задавать вопросы, она здесь еще. На самом деле ресурсы очень продуманные, еще года четыре назад этого вообще всего ничего не было, сайты районных судов и краевого работали очень так криво, скажем, но сейчас они прям очень оперативно все обновляют. И там вы найдете такую информацию, которую вам ни одна сторона в споре не расскажет по-честному. Ну и собственно степень доверия довольно высокая к тому же арбитражному суббору. Но бывают опечатки. Ну если все, спасибо вам за внимание. Дорогие друзья, сейчас у нас будет новый выступающий Олег Копылов, это редактор сайта Altabres.ru Он вам расскажет, как все это представлять в интернете и как искать кое-что в интернете. А сейчас вам, ну вот мы обещали, сейчас вот эти презентации все раздадут потихоньку, пока Олег будет готовиться, сейчас Наташа выйдет и просто разложит с полом. Здравствуйте, на фону за мной Олег Копылов, я редактор сайта Altabres.ru и я вам сегодня расскажу о том, как презентовать ваши тексты по финансовой грамотности, но в принципе не только потому, что правила универсальные, для интернета. Что самое главное надо знать, что сайт это не ваше посольство или представительство газета в интернете, а как правило это отдельный продукт. То есть так или иначе эту ошибку делают все печатные СМИ, ну большинство СМИ, когда приходят онлайн, они начинают делать представительство в интернете, предлагают ту же самую печатную продукцию только онлайн. На самом деле это все равно что, ну не знаю, играть в футбол на хоккейной площадке или делать пироги из переменного теста, то есть вроде бы принципы те же, а по факту получается что-то не то. В чем главная проблема? Тут можно слайд перекрутить. В том, что сетсети, мобильники, потоковое потребление информации на самом деле это в какой-то степени главные и злейшие враги журналисты в том смысле, что они очень сильно меняют восприятие информации. То есть есть, во-первых, быстрое чтение, есть дефицит внимания и самое главное, что информации в принципе стало бесконечно много и если в газете, в газетном номере как правило ваш материал конкурирует с другими, допустим, девятью материалами, которые есть в этом номере, то в интернете в таком глобальном смысле ваш материал конкурирует со всем остальным как минимум русскоязычным сегментом интернета. То есть человек может потратить это же время не на ваш материал, а, допустим, на то же сидение в соцсети, на что-то еще. В общем, выбор огромный и в этом плане получается, что надо постоянно удерживать внимание читателя и все это очень сильно меняет требования текстом. Потому что наша задача конечная это все-таки бороться, не бороться с теми же сетями по такому потреблению информации, мобильниками и так далее, а делать их своими друзьями и ставить их на службу себе, заставить работать на себя. Вообще, в принципе, сейчас все мировые инновации, которые касаются медиа и интернета, они заточены в первую очередь на то, как завоевать внимание пользователя. То есть на самом деле никто не отменяет тех базовых вещей журналистики, которые есть и о тех методах, о которых рассказывали Павел Надежда Юрьевна. То есть они остаются и все так же востребованы, меняется в первую очередь именно презентация информации. То есть к тому базису журналистскому, который есть, добавляется надстройка в виде репрезентации, дистрибуции материала. То есть если в газете можно отдать материал редактору, службу выписка и так далее, и потом особенно не переживать за то, как будет происходить его дистрибуция, оформление и так далее, то в случае с интернетом в большинстве случаев этим занимается сам журналист, иногда редактор. Ну и точно так же дистрибуция в соцсетях и новостных агрегаторах это тоже работа журналиста и редактора. Ну, теперь давайте дело о том, как лучше завоевать внимание читателей в интернете. Дальше перестанем. То есть вот основные киты это заголовки, структура текста, иллюстрации, дополнительные сервисы. Первое заголовок. То есть вообще интернет-издания живут можно перевернуть слайд живут исключительно за счет пользовательских кликов значит окликательности заголовков. То есть опять же если в газете вы открываете страницу и видите, что есть заголовок, есть подзаголовок, есть выноски, есть фотографии, в общем куча элементов через которые можно сцепиться, то заходя на сайт как правило вы видите около 50 заголовков и вы соответственно делаете выбор кликнет на них или не кликнет. И поэтому если например в газете вы можете написать не знаю скучный заголовок вроде там правила финансов или там умные финансы то если вы зайдете на сайт у вас будет состоять лента из 50 заголовков вроде как хорошие финансы умные финансы и так далее то вели криск что просто их никто не прочитает потому что опять же в условии дефицита внимания человеку надо предоставлять интересным будет это или нет стоит ли вообще на это тратить время соответственно если он видит огромный массив информации в которой он не может сориентироваться нужна ему или нет то он просто скорее всего нажмет на крестик и уйдет от вас на какой-то другой сайт поэтому так или иначе все наши заголовки это и ваши это поддержка решения кликнуть или не кликнуть поэтому что мы как правило делаем для того чтобы заголовки были более читаемыми и кликабельными дальше можно перелеснуть то есть вообще есть целых две странички правил но я расскажу об основных которые мы используем то есть первое заголовок должен быть обязательно компактным раньше какое-то время назад было принято вываливать в заголовок всю возможную информацию сейчас же принцип такой что заголовок должен быть небольшим потому что ну есть такое правило что в русском языке человек не может воспринимать то что не может но тяжело воспринимает то что уже длиннее восьми слов поэтому в зависимости от издания есть различные правила где-то требование чтобы заголовок был не больше девяносто символов где-то ну те же там 8 слов например в ленте именно такое правило существует то есть он должен быть компактным собранным чтобы попадать читателю в голову с первой попытки чтобы он не пропустил соответственно следующее правило должен быть информативным не должен раскрывать все содержание новости потому что за это должен быть стимул к его прочтению ну и не содержать каких-то лишних подробностей которые тоже могут собственно сообщить читатель всю основную информацию в тексте поэтому если например опять же мы там пишем про финансовую грамотность то условно говоря мы там не должны писать что вот три там главных правила лунных инвестиций и там их перечисляем а скорее должен быть заголовок такой что как грамотно распределиться инвестициями получить себе доход на пенсию условно говоря то есть чтобы читатель во-первых понимал что здесь он может получить что-то полезное во-вторых что если он кликнет то он это узнает то есть это такие основные требования ну вот еще про глагол написал что-нибудь у нас тоже обязательное требование это наличие глагола желательно в прошедшем или будущем времени потому что понятно что что-то случилось случится то есть в этом есть какое-либо событие далее следующий элемент след с заголовками это текст то есть что происходит с текстами в интернете опять же мы возвращаемся к тому что в интернете внимание у читателя ограничено у него в принципе гораздо меньше времени на текст и чаще всего пользователи не столько читают тексты сколько их сканируют ну то есть есть такое на основе исследований вывод о том что раньше люди читали печатный текст а люди читают буквой Z то есть его просматривают и потом уже вот по нему так вот идут то есть сейчас считается что сначала считалось что буквой E то есть пролистали и потом уже дальше цепляются отдельные блоки а сейчас уже даже говорят что буква F что вот эта вот уже нижняя палочка она уже не обязательно потому что уже за верхнюю часть тексты зацепились уже нижние части даже не просматривают то есть люди не столько читают сколько сканируют цепляясь сверху, вниз справа, слева в общем с какой угодной стороны то есть в принципе как читают пользователи первые 25 секунд их ходят на первые 100 слов а каждые следующие 100 слов читают меньше чем за 5 секунд поэтому если первые 25 секунд мы не объясним человеку о чем он читает то дальше он просто разозлится или не разозлится просто ничего не скатает никакой эмоции к нашему тексту опять же нажмет на крестик закроет вкладку и уйдет от нас поэтому отсюда у нас есть ключевые требования что это жесткий принцип построения новости структурированность и желательно небольшой размер то есть понятно что в случае с финансовыми текстами это сложнее потому что как правило когда мы что-то разъясняем сложно вложиться в небольшой формат но по возможности надо стараться текст сокращать и далее по поводу принципа построения новости что главная информация обязательно размещается ближе к началу статьи первые два абзаца текста это самые важные также мы традиционно прощаем предложение что они должны быть длинными должны быть как можно более динамичными поэтому при всех возможных случаях запятые заменяем на точки ну и соответственно абзацы тоже делаем небольшие такой принцип разбиения текста одна мысль один абзац дальше можно пойти да тут как раз принципы перечислены но вы их можете в своих презентациях посмотреть да вот важная вещь то есть вообще то как смотрит человек текст это можно сравнить это называется бюджетом внимания можно сравнить с тем что у человека есть баночка в которой есть бюджет и пока он читает ваш текст то вот он из этой баночки бюджет внимания подъедает как только у него бюджет в баночке заканчивается он вас перестает читать то есть опять же считается что вот этой баночки хватает как правило на один экран то есть мы понимаем все мы мерим не страницами а получается тем что вмещается на экран Поэтому даже если вам необходимо написать большой текст про финансовую грамотность, то есть ряд приемов, которые позволяют эту баночку постоянно пополнять. Дальше. То есть, во-первых, это иллюстрации. Вообще есть правило, что, как правило, на каждом экране должно быть обязательно какое-то графическое изображение. То есть, если текст, блок текста состоит больше, чем из одного экрана, то велик риск, что, опять же, пользователь в какой-то момент перестанет его читать и пойдет дальше. Поэтому мы стараемся, что вот текст обязательно разбить его либо изображением, либо чем-то еще. На самом деле, в случае с финансовой грамотностью очень большая проблема – это найти хорошее фото. То есть, у нас постоянно есть куча фото с деньгами, но они очень быстро передаются, быстро не передают. Тем более, не во всех случаях есть возможность попросить фотографа наделать много тематических фото. Что мы делаем в этом случае? Дальше можно пойти. Мы используем бесплатные стоки. То есть, на самом деле, в интернете довольно много сайтов, где есть фотографии, изображения на условиях бесплатного использования. Вот я их тоже перечислил. Презентацию можно будет посмотреть. Мы, как правило, пользуемся xv.com, где можно просто в поисковой строке, в том числе на русском языке, ввести ключевое слово, допустим, те же там деньги, банк, сбережения и так далее. И, как правило, он даст какой-то выбор этих изображений, которые мы можем использовать, указав, что это открытые источники. И у нас там после этого не будет каких-то юридических проблем, потому что часто ошибку, которую совершают люди, которые занимаются оформлением сайтов, просто вбивают в Яндекс-картинки ключевое слово, берут его, а потом оказывается, что у него есть правообладатель, который может потребовать серьезную сумму в суде. Таких случаев, на самом деле, много. Вот если вы пользуетесь бесплатными стоками, то там риск этот, ну, если не нулевой, то, как правило, вот на Pixabay точно проверяют наличие правообладателей, поэтому если вы воспользуетесь изображением оттуда, то высадят запасти от каких-то юридических рисков. Далее. Что можно использовать помимо картинок? Есть различные сервисы, которые позволяют сделать ваш текст более интерактивным и увеличить тот самый бюджет внимания. То есть, во-первых, это сервис Инфограмм, который позволяет создавать интерактивный инфографик, я о нем расскажу чуть позже. Есть сервисы карт на Яндексе и на Гугле. То есть, в случае с финансовой грамотностью они используются реже, но, опять же, если вы, например, пишете про то, не знаю, где можно получить финансовую консультацию, указываете адреса, то очень здорово указать, точками отметить на карте, где эти заведения можно найти. То есть и на Гугле, и на Яндексе есть приложения для разработчиков, которыми, в принципе, у нас журналисты сайта и они свободно пользуются. И, наконец, YouTube, он полезен в каком смысле, что, опять же, если с изображениями возникают проблемы с правообладателями иногда, то, если вы встраиваете видео из YouTube, то получается, что вы не забираете его себе, оно остается на YouTube. Поэтому иногда, если, например, пишете какие-то советы по инвестициям, то стоит посмотреть на YouTube что-то по ключевой теме, и порой можно найти какие-то видеоконсультации, еще какие-то вещи. И если вы ставите их в тело статьи, своего материала, то это будет такой тоже интересной дополнительной информацией, которая, безусловно, порадует вашего читателя. Теперь что-то больше про сервис Инфограмм. Дальше можно пролистать. Который мы активно используем. То есть это бесплатный сервис, который есть и платная версия, но, в принципе, бесплатная версия очень функциональная, и она позволяет делать довольно большое количество инфографик. Все это делают очень просто. Опять же, не надо быть переставленчиком, футболистом и дизайнером. То есть достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться, создать новую инфографику и просто вбить данные. То есть какие у нас данные, какие цифры, выбрать варианты шаблонов. То есть вариантов огромное количество, начиная от таких, заканчивая кругами, елочками, человечками и так далее. В общем, выбор огромнейший, можно пролистнуть дальше. И покажет, да, вот, например, тоже пример. С инфограмма, то есть тоже все это делается буквально там за 5 минут. Адрес тоже в презентации указан, infogra.in. Он на английском, но там все очень просто. То есть он с точки зрения навигации очень прост. Если будет желание, можете дальше обращаться, расскажу, как им пользоваться. Да, вот Андрей мне подсказывает, что самое замечательное на этом сервисе, что он дает открытый код, который вы можете встроить на свой сайт. То есть получается, что он нам дает не статичное изображение, а такую живую инфографику, где вот при наведении активируется, там, ну, сейчас она статичная, потому что презентация. А вообще она позволяет по ней путешествовать, переключать вкладки и так далее. То есть и все это делается тоже, опять же, просто. Копируется код, вставляется в источник статьи. Ну, вот если вы посмотрите на Altapress, то у нас сейчас подобных вещей довольно много, и мы их активно и с удовольствием используем. Поэтому, опять же, в случае работы с финансовыми текстами, я очень рекомендую использовать этот сервис. Да, еще хотел дать небольшой совет, что, опять же, чем еще хороший интернет, тем, что здесь, если к вам читатель пришел один раз, а приходит он часто к вам не напрямую, он может идти к вам через соцсети, через поисковики и так далее, то очень здорово заставить, не заставить, а предложить читателю еще какие-то другие истории, например, на ту же финансовую тему, чтобы он мог их почитать. То есть это увеличивает и показатели сайта, и, в принципе, оставляет более благоприятное чтение читателю, потому что у них возникло впечатление, что они шли за одним блюдом и получили сразу же три за четыре. Поэтому мы, например, для этого используем такие вещи, как ссылки на другие истории, и смотрите так же. То есть понятно, что, во-первых, это гиперссылки, когда мы пишем, описываем какую-то историю, а во-вторых, презентация есть, да, можно на сайте тоже посмотреть, но вот пример это, вот ссылка на другую историю, то есть когда мы писали про одну из финансовых тем, про мошенничество, вот мы сразу же приводим дополнительную справочную информацию, где можно кликнуть и получить ее же. И точно так же в конце практически каждого текста мы тоже даем ссылки на какие-то другие истории по теме, вот тут, ну, их называют обвесами. Тут самое главное правило следующее, что если человек пришел, что называется, за пачкой масла в магазин, он уже пачку купил, ему, наверное, вторая пачка масла не нужна. Поэтому, если вы предлагаете какие-то такие же истории, то вы должны, с одной стороны, попасть в тему, то есть понять, что для этого читателя релевантно, что, наверное, если он интересуется финансовой темой, то что-то ему еще интересно по этой финансовой теме. Но вряд ли стоит ему давать вторую пачку масла, для того, чтобы он купил ее, придя к вам. Поэтому мы обычно, опять же, что мы говорили, если пишем там о тех же финансовых мошенничествах, то мы как можем дать ссылки и на статьи, которые были именно по этой теме, ну, и точно так же даем ссылки, которые, в принципе, касаются.